Всем привет! Это Владимир Дегтярев и программа НХЛ сегодня. Достаточно большой игровой день состоялся в Национальной Хоккейной Лиге. Понятное дело, все результаты мы, естественно, с вами перечислять, наверное, не будем. Смысла в этом нет, но отметим, наверное, самые важные моменты прошедшего игрового дня. Торонто у себя дома принимал команду Вашингтона Кэпитолса. Вашингтон, как вы знаете, борется за попадание в плей-офф. И перед этой встречей Вашингтон как раз-таки находился на восьмой строчке. В итоге Торонто побеждает, причем побеждает достаточно уверенно, абсолютно по делу. При этом счета в матче 5-1, но Вашингтон остается в зоне плей-офф по одной простой причине. Команда Детройт Редуинкс, которая играла параллельно, вот чуть позже они начали, даже там на полчаса, они прекрасно знали, как играет Вашингтон, но при этом Детройт ничего сделать не сумел. Каролина просто катком прошлась по Детройту. Уверенная, убедительная победа со счетом 4-0, причем были моменты, там и 5, и 6-0 могло быть. Действительно, Каролина провела очень хороший матч, но вот победить смогли только со счетом 4-0, но, в принципе, и этого даже было предостаточно. Что касается матча Торонто и Вашингтона, Александр Овечкин забросить шайбу в этой встрече не сумел, равно как и не сумел забросить шайбу Остана Мэтьюс. Так что вот этот вот спор Мэтьюс-Овечкин, кто же из них в итоге будет круче, пока, конечно, Александр Овечкин выигрывает за явным преимуществом. Сумеет ли Мэтьюс добраться когда-то вот до такой же вехи, там, я не знаю, даже пусть это будет там 700-800 заброшенных шайб. Вопрос, конечно, очень интересный и, тем не менее, он очень и очень сложный. Далее поехали. Скажу лишь только, что после этой встречи команда Каролина Харрикейнс себе обеспечила участие в плей-офф, потому как чуть ранее обеспечили себе участие в плей-офф Рейнджерс. Кстати, они стали с первой командой. Команда Нью-Йорк Рейнджерс стала первой, которая сумела обеспечить себе участие в плей-офф. Но, с другой стороны, слушайте, регулярка-то уже подходит к концу, потому что пора бы уже и участие в плей-офф себе обеспечивать тем командам, которые действительно, ну вот, очень здорово играли на протяжении всего регулярного чемпионата. Кстати, и Бостон себе также оформила участие в плей-офф. Помимо Бостона, это еще и команда Флорида Пантерс, которая, кстати, проиграла, но, тем не менее, все равно они себе сумели обеспечить участие в плей-офф. Так что уже несколько команд мы с вами знаем. Это Нью-Йорк Рейнджерс, это Бостон Брюинс, это Флорида Пантерс, это Каролина Харрикейнс, и на Западе это Даллас Старс. Ну, вот, кстати, Даллас пока что единственная команда на Западе, обеспечившая себе участие в плей-офф. Едем дальше. Питтсбург обыгрывает в тяжелейшей встрече команду Коламбус Блю Джекетт со счетом 3-2. Дубль на счету Евгения Малкина. Но, как мы уже с вами в прошлых выпусках наших говорили, не поздновато ли Питтсбург дернулся, да, потому что сейчас команда с 13-й строчки переместилась на 12-ю, и, тем не менее, продолжают они отставать от Вашингтона, продолжают они отставать от Детройта. Поэтому там еще и Айлендерс, которые, кстати, вот как раз обыграли Флориду со счетом 3-2, и пытаются там приблизиться вот к этой восьмерке. И, в общем-то, знаете, вот это вот заочное сейчас соревнование, Айлендерс, Вашингтон, Детройт, Филадельфия, это, наверное, кто, знаете, так вот я для себя определил, такое определение сделал, кто из них более коряво войдет в плей-офф. То есть, команды проигрывают, кто-то там вдруг выигрывает, и при этом вот они пытаются заползти в плей-офф. Вот сейчас такая же ситуация. То есть, вроде, знаете как, у нас сил нет, но вот мы идем, у нас ресурса нет, но вот мы пытаемся, как вот Филадельфия Флайерс, которая, да, там, обыгрывала Бостон, на равных играла с Рейнджерс, даже дотянули до овертайма, с Каролиной проиграли всего лишь в одну шайбу, и вот встреча против Монреали, и тут провал. И тут поражение со счетом 1-4, в основное время Филадельфия остается без набранных очков. В общем, действительно, вот такая вот история. Ну и, конечно же, не можем мы пройти мимо матча между командами Аризона и Нэшвилл. Казалось бы, где Аризона и где Нэшвилл, который до этой встречи 18 матчей подряд набирал очки. Да, вот с середины февраля практически все это началось, и вот сегодня это все закончилось, потому что Нэшвилл проиграл. Аризона одержала убедительную победу со счетом 8-4 над командой Нэшвилл. Ну и еще один матч. Здесь, скорее, даже не матч, а то, что достаточно яркое событие произошло в Национальной хоккейной лиге, которого не было с 96-го года. Итак, Конор Макдэвид в матче против команды Лос-Анджелес Кингса набрал там и 120-е, и 121-е очко. И дело в том, что впервые с 1996-го года три игрока преодолевают рубеж в 120 набранных очков. В сезоне 95-96 этих игроков было трое. Марио Лемье, Ярамир Ягар и Джо Сакик. Причем Марио Лемье там с большим отрывом ушел. У него было 161 набранное очко. Ну а вот Джо Сакик остановился на отметке в 120 очков. Сейчас три игрока также перешагнули рубеж. Вот в эти набранные 120 очков. Это Никита Кучеров, это Нейтан Маккинон и это Конор Макдэвид. Так что вот впервые с 1996-го года такая история. Ну и, конечно же, напоследок не можем и пройти мимо события, которое случилось как раз-таки, ну, где-то в континентальной хоккейной лиге. Дело в том, что ЦСКА и Иван Федотов по обоюдному согласию расторгли контракт. Два года был, на два года был заключен этот контракт. Как вы знаете, там вопросы с армией были у Ивана Федотова. В общем, Федотов остался в ЦСКА. Должен был уехать в Филадельфию, не уехал. Ну и вот теперь по многочисленным слухам говорят, что действительно Иван Федотов уже отправился в Филадельфию. Права в России останутся на игрока у команды ЦСКА. Ну а вот Иван Федотов отправляется покорять национальную хоккейную лигу, покорять, в общем-то, сердца болельщиков Филадельфии, если, конечно, сможет туда пробиться. Пока, скажем так, перспективы, на мой взгляд, туманы. Не лучший сезон Ивана Федотова здесь, в континентальной хоккейной лиге. Тому есть объяснение. Сезон целый пропустил позапрошлом году. Вот этот сезон отыграл. Правда, как мы уже сказали, в общем-то, проблем было достаточно много. Ну и тем не менее, в общем, посмотрим, последимо, сможет ли Иван Федотов пробиться в основу команды Филадельфия Флайерс. Потому как с вратарями действительно сейчас там есть проблемы. Нельзя назвать, что Эрсон, ну он первый номер, потому что просто других вариантов нет. Но к нему у Тартареллы, я думаю, тоже есть большое количество вопросов. В общем, интересно будет посмотреть на то, сможет ли Иван Федотов пробиться в основу команды Филадельфия Флайерс. Вопрос очень и очень интересный. Шансы есть, потому что, в общем-то, такая слабая вратарская линия, тем более с Картером Хартом мы знаем, что произошло. Он сейчас находится под следствием, неизвестно вообще, чем все это завершится. Так что Иван Федотов вполне себе может попытаться побороться за место в основе команды Филадельфия Флайерс. Ну а мы за этим, конечно же, будем внимательно наблюдать. На сегодня, пожалуй, все. Всем пока. И, как всегда, встретимся с вами на хоккее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok